Всем привет! Сегодня 23 июля и я начинаю собирать чеснок. Я его никогда не копаю, просто выдергиваю. Делать это легко, потому что почву я готовлю перед посадкой. После того, как я собрала чеснок, я сразу подготавливаю грядку. Сюда буду рассадой высаживать зеленый горошек. Почему рассадой? Потому что если просто зерна высевают, то птицы все вытаскивают. Поэтому рассадой самый лучший вариант. Грядка это 6 метровая, ширина 80 сантиметров. Я убрала уже всю траву, взрыхлила. Я грядки не копаю, взрыхлила плоскорезом. Земля у меня здесь легкая, хорошая, подготовленная с осени. Мне остается только фитоспорином пролить и накрыть укрытым материалом или картоном буду накрывать. И уже через неделю буду высаживать горошек. Как раз он подрастет, самое то будет. Все, собрала я чеснок. В этом году неплохой урожай, но мне показалось, что в прошлом году был покрупнее. Но все же достойный чеснок. Чистый, без повреждений. Головка не развалилась. Здесь два сорта у меня. Это сорт гулливер. Имеет четыре крупных зубца. И сорт еще слон. Тоже крупные, но зубчиков здесь побольше. 6, 7, 8. Тоже отличный сорт. Чеснок я обязательно мою. Готовлю раствор фитоспорина темный и промываю его. Несколько раз меняла воду, потому что чеснока много. Подстелила картон. Это чтобы вода стекла. Потом я его уберу. Разложила я его на веранде, чтобы немножко ветром его подсушило. Потом буду связывать в пучки, в небольшие, там по 5 штук, по 6 и подвешу. И когда он уже полностью высохнет, вот эта зелень, тогда я буду обрезать, оставляю ножку сантиметров 10-15 и укорочу корни. Вот так. Будет у меня он хранится в сухом, прохладном месте до следующей посадки осенью. Кое-что отберу, найду, где какой не понравится. А самые лучшие уже головки будут отобраны, чтобы высаживать подзиму. Также я высаживала и однозубки, сеяла бульбочки. Это для обновления материала. Вот. Я его тоже буду высаживать осенью. Чеснок хороший в этом году. Сегодня еще собрала капусту брокколи. Я ее высевала вторым оборотом. Это гибрид Фиеста. Самая крупная головка больше килограмма. Я этот гибрид высеваю уже не первый год. Очень мне нравится. Сейчас буду разбирать на соцветия и замораживать. У меня полным ходом идет консервация. Закрываю компоты в трехлитровые банки. Это черная смородина и крыжовник. Вкус и цвет получаются очень насыщенные. Еще иногда я добавляю на одну банку несколько веточек мяты. Тоже вкусно получается. Также мариную огурцы. Сегодня собрала. Значит, здесь у меня три гибрида. Это бьерн, трилоджи и вятич. Замочила буквально на минут 20-30. Дольше не стоит, потому что огурцы свежесобранные. А пока они у меня находятся в воде, я подготавливаю все для консервации. Это в банки добавляю, режу листья хрена. Также зонтики и веточки укропа. Сладкий перец. Это сорт леся. Горошек черный. Чеснок. Сорт гулливер. Такие у него зубчики. Это острый перец. Сорт взрыв. Подготавливаю банки. Просто их мою. Новые крышки. Это банки у меня на 1,8 литров для нашей семьи. Отличный объем. Такие получаются огурчики. Это я закрыла вчера. Вот сегодня тоже будет три баночки. Сейчас я разложу огурцы, все специи по банкам и я вам скажу рецепт, по которому я готовлю маринованные огурчики. Смотрите, заложила я в банку все специи, забила плотно огурцами. У огурцов я кончики срезаю и сейчас я залила крутым кипятком. Накрою теплым полотенцем, чтобы огурцы прогрелись. Банки остынут. Я эту воду сливаю в кастрюлю и уже на этой же воде буду готовить рассол. Я делаю на литраж, на полтора литра воды. Если вы будете сливать и у вас, допустим, до трех литров не хватает вот этой воды, я доливаю обычную из крана. Значит, на полтора литра воды я добавляю 2 столовые ложки соли с небольшой горкой, 4 столовых ложки сахара, тоже небольшая горка и 6 столовых ложек уксуса. Готовится рассол и я второй раз заливаю банки, закручиваю, завинчиваю крышки, переворачиваю и накрываю теплым покрывалом обычно до следующего дня. Затем переворачиваю, они уже, как правило, остыли и опускаю в погреб. Перец горошком я добавляю, когда второй раз обычно заливаю в каждую баночку. Огурцы получаются по вкусу и умеренные кисловатые, и солоноватые, и сладковатые. В общем, нам нравится этот рецепт. У меня есть рецепт еще на трехлитровую банку, не на литраж, а именно на банку. Но трехлитровые банки я уже не закрываю, потому что большой объем для нашей семьи. А вот такие двухлитровые, ну здесь 1,8, для нас самое то. Хороший рецепт. Вот кто не пробовал, попробуйте. Мне нравится. Я продолжаю сушить пастилу. Сегодня я буду готовить из зеленой смородины. Очень интересный сорт, называется верти. Сама по себе смородина зеленая, а вкус и аромат как черная. Вот у нее настолько тонкая кожурка, что видны семена. Смотрится как на пушке. Очень достойный сорт, чтобы расти в саду. Добавлю, как обычно, немного кабачка, сахара, чтобы забалансировать вкус. Также сейчас хочу поставить варить компот ягодный. Это сейчас попить. Добавила также смородину верти сорт. Это крыжовник, сорт концу. Тоже отличный сорт. Ягода очень темная. Если сильно обрезать куст, то ягода будет очень крупная. И что самое важное, что этот сорт без шипы. Вообще шипов нету. Отлично. И еще один сорт крыжовника у меня. Это пересорт. Я его покупала как сорт бутылочный, зеленого цвета, без шипы. Но оказался вот такого красно-розового цвета, с полосочками. Но я хочу вам сказать, что достойный тоже пересорт. Очень вкусный. Кожурка тонкая и не кислый. Ароматный крыжовник. И у него еще тоже самое главное, что мало шипов. То есть они есть, но они и так, знаете, точечно расположены. Тоже достойный сорт, но неизвестный. Вот сейчас залью водой. Чуть-чуть сахара добавлю. И будет ягодный компот. У меня также здесь огурцы. Я сейчас буду их сливать. Это уже литровые баночки закрываю. Тоже удобный для нас вариант. В общем, заготовки продолжаются. Так, меня еще попросили показать мешочки для Саше. Здесь находится сушеная лаванда. Все очень просто. Делаю выкройку. Любой размер, какой вам нужен. Края строчу на машинке. Один край оставляю. Сюда закладываю сушеные соцветия. Дальше делаю строчку. Если нужно будет освободить и свежие засыпать, то здесь просто расшиваю. Это выбрасываю. Новую, допустим, лаванду закладываю. Все. Это хлопок. Ну, знаете, он не плотный. Тонкий хлопок. И я именно почему ХБ ткань использую. Потому что ее можно вот так взять и помять, чтобы лаванда выделила свой аромат. А есть такие мешочки. Они как декоративные, очень тонкие, цветные, красивые. Они, знаете, их только положите, все. Они дырявят материал. И лаванда может как просыпаться. В общем, мешочек дырявый становится. А вот ХБ ткань тонкая, она самая то. Вот этот мешок я делала в прошлом году. Вы не представляете, когда вот так ее пожмешь, аромат просто великолепный. Поэтому вот в этом году я могу расшить и свежее сюда соцветие заложить. И вот так он аккуратно смотрится в белье в постельном. Вот так кладу. И аромат просто великолепный. Спасибо. Продолжение следует...